здравствуйте уважаемые зрители вот я из пестика делаю ручку для помазка сюда мы поставили я обрезал но не колено чуть меньше сейчас мы чуть-чуть обточку сейчас свет достаточно вот мы отточили на точильном круге камни а теперь мы доработаем напильником а потом вот у меня разные виды наждачной бумаги чтобы более-менее он был ровный вот потом покроем как вы советовали или репейным маслом или еще какие-нибудь но на сегодня все вот уважаемые зрители этап шлифовки вот такими движениями вот такими вдоль и вращать надо ручку вот здесь вот при этом ручку на все время вращать равномерно потом от краем вот здесь край вы шлифовываю тоже постоянно вращаем ручку и способ еще есть такой обвернуть вот так и вращать вот эту часть я закрыл ворс не испортить и задеть потом эту часть обернули вращаем концу и вот таким движением постоянно что получилось равномерно мы снимали слой ну этот этап все достаточно здравствуйте уважаемые зрители с вами снова Асхат Халилов я сейчас буду заниматься процессом вращения в общем это была ступка я теперь из этого делаю чашу для бельтья вот из пестика мы делаем ручку для помазка я закрыл ворс чтобы в общем воск на него не попал здесь у меня стоит в общем тазик с водой и вот здесь емкость в которой спирт обычно у вас спиритом но я разбавил спиртом и воск разбавил просто спиртом вот и все короче говоря так начнем мы наверное а потом мы будем отдельное видео запишу отшлифуем воск когда он высохнет и так в начале мы начнем с ручки вот он очень быстро застывает поэтому надо быстро наносить так все теперь значит это была ступка теперь будет чаши для бритья все приходится делать быстро муж воск моментально застывает моментально но он смотрит. Смотрите продолжение в следующей серии. Все нанесли, но он должен остыть, чуть-чуть подсохнуть, потом щеточкой вот зубной вот такой мы отшлифуем и процесс вращения будет закончен. Спасибо за внимание. Уважаемые зрители, воск уже застыл. Сейчас мы лишний подшлифуем. Начнем с ручки для помазка. А, вот моя ошибка. Краска с газеты переходит на этот. Как его. Сейчас. Видите, нет мелочей. Я думаю, что такое черное. Придется эту черноту потом отдельно убрать. Может быть, даже сейчас ножичком. Эти мелочей нет. Постелил газету, чтоб стол. Ну вот, ножик убирает. Я думаю, откуда чернота. Так. 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 Когда мы активно вот так щёточкой работаем, то частично воск не то что плавится, размягчается, и мы его загоняем в поры дерева. Вот. Потом ветошь её будет окончать, но я уже этого показывать не буду. Убираем ручку, берём помазок с ручкой. Теперь чашу. Тихом. Теперь чашу. Тихом. Богообильный памятник и как Basilone укоров на мешки. Убираем тревоги. Staatsязвили. Тихом. Ну блок. Румы. но Вощение у него есть плюс Или покрывать маслом Вы советовали Вощение Воск мелкие трещинки Поры Закрывает Видите, уже видно блеск Ну и у воска Приятный аромат Не химический Как у лака Так как эта чаша Уже была покрыта лаком Я полдня потратил Вышлифовывая его сверху Шлак не умирается Вот, теперь Чтоб добраться Внутрь Чаши Я беру Зубную щетку Удобно Вообще зубная щетка Это просто Шикарная вещь Можно много куда подлезть По все стороны Конечно Воск летит Но ничего не поделаешь Так Теперь Тут его Подшлифуем Видите, прилипает Пойфу Тур�맛 Тур 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 КОНЕЦ Очень приятный аромат воска Я взял, разбавил спиртом Который вот 90% Он конечно не так хорошо разбавляет воск Но он не так пахнет, как ватспирит Ватспирит терпимо дает аромат Но вот здесь спирт выветрился И все, остался только аромат воска Теперь моя задача Не просто тут отполировать А вот этой щеточкой В поры дерева, в трещинки Загнать воск Когда так активно Щеточкой работаете Воск чуть-чуть разогревается Становится мягче И как бы втирается лучше Ох, руки устали Но так как эфирное время Не хочу делать много В смысле Монтаж Камера только 15 минут вытягивает Ну все, блестит Вот Дно придется Тряпочкой Тряпочкой В общем, этими щетками До дна я никак не подлезу Надо будет взять мне ветошь Но это потом отдельно В общем, все Сейчас чуть-чуть лишнего беру Вот такой емкости Я растопил на водяной бане Воск И кисточкой нанес Ну все Вот Сейчас вот эту еще ручку Вот Если бы мы покрыли лаком Она бы в пене, в мыле Потом скользила Воск Он, кстати, скольжение Такого не дает Ну вот Сейчас я вот сниму Я одевал специально защитный картон И тут тянул Видите? Вот помазок Вот чаша Но этот помазок Я сделал для другой чаши Ну хотя для этой тоже пойдет Для чаши Монах Которым я презентовал Константин С канал Шеринг 54 Ну вот, уважаемые зрители Вы увидели процесс вощения Мы нанесли боск Ну, надеюсь, теперь Будет оно более влагоустойчиво Ну, конечно, жидкость Такую чашу хранить нельзя Сразу после бритья Нужно вымыть И вытереть сухой ветошью Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!